всем привет ребят и сегодня у нас на рассмотрении гайд по танку lk m90 ну что вам сказать очень 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 маленькая такая штучка вот такая вот маленькая лт но действительно очень интересная очень интересно ребят это маленькая танкетка она обладает самой самой крутой маскировкой в игре смотрите незаметность очень крутая ну правда я не знаю насчет насчет е25 какая у нее маскировка но наверное все таки что-то мне подсказывает но может быть возможно конечно у нее круче маскировка но у нас тогда на втором месте но к нам близко никто не подходит итак ребят смотрим эта машина стоила сегодня а сегодня у нас сейчас скажу какое у нас сегодня число ну кстати 20-летие wargaming сегодня 3 августа 2018 года и ребятушки сегодня поступил в продажу второй раз насколько я знаю второй раз поступил в продажу этот замечательный легкий танк французской ветки восьмого уровня восьмого ребят вот посмотрите пример сравнения насколько же это маленькая техника давайте возьмем скорпиончика и посмотрим дэш вот у нас ребят скорпиончик а теперь давайте возьмем девяностика и посмотрим что это такое бумс еще раз тыщ бумс то есть ну крайне крайне маленькая да давайте посмотрим на т34 громаднейшая вот громаднейшая просто махина и посмотрим на вот этого карапузика бумс он такой маленький но ребята он обладает скоростью 70 километров в час просто 70 километров в час это здорово я на нем откатал всего два боя и на данный момент первый бой у меня был с просто стопроцентным экипажем без всяческих всевозможных перков и у меня здесь был только рога и маскировочная сеть как мы видим если мы убираем маскировочную сеть то незаметность немножечко уходит но все равно крайне высокая незаметность некоторые ставят вот сюда именно стабилизатор для того чтобы орудие у нас было очень качественным то есть дело в том что у нас но я поставлю все-таки маскировку маскировочную сеть дело в том что если мы придем сейчас к этому моменту давайте посмотрим вот что у нас представляет из себя орудие итак это калибр 90 миллиметров система барабана присутствует в этом магазине в этом танке и собственно говоря в нем три снаряда время на перезарядку между снарядами две с половиной секунды ну то есть я не почувствовал никакого дискомфорта конечно было бы лучше если бы где-то было 18 например 1 и 5 секунды это было бы круто но в принципе для меня лично это было незаметно с тем учетом что средний урон у нас 220 хп сразу за один урон бронепробитие обычным снарядом 175 миллиметров но голдой получается 215 немного но этого хватает ведь мы не будем дело в том что с вами на этом малюсеньком малюсеньком танчики кататься где-то в лоб подъезжать допустим к тому же маусу или танком 10 уровня правильно во первых на нем мы с вами будем стоять в кустах находить какие-то места интересные для того чтобы нас никто не увидел и дело в том что нам достаточно небольшого очень небольшого кустика просто вот какого-то совсем небольшого для того чтобы нас уже никто не видел потому что именно в обездвиженном состоянии наш танк не заметен практически никогда и даже если вы подойдете просто кустику какой-нибудь лист этот не лесник да а грибник подойдет кустику что чтобы просто собрать собрать там под кустиком грибы и ягоды вы представляете он просто не заметит что в этом же кустики стоит наш танк вот настолько примерно наш танк офигенный по маскировке теперь давайте продолжим рассматривать наше орудие собственно говоря здесь указано 30 30 секунд время полной перезарядки но в моем случае это было вот со стопроцентным экипажем а также с некоторыми перками и вентиляцией значит составила 28 целых и 36 сотых секунды как вы уже видите да тут в принципе можно с собой носить несколько осколочно-фугасных снарядов и у них пробил у них средний урон 270 разброс но при полном сведении он нормально то есть пушка довольно точно и довольно меткая получается всего 0 38 время сведения 2 и 9 2 и 9 ну и что ребят что можно еще сказать я значит поставил давайте продолжим наверное вот так вот еще средний урон секунду давайте вернемся немножечко потому что здесь ступили изменения смотрите здесь 0 38 а в нашем случае уже 0 35 разброс на 100 метров а также здесь у нас время сведения 2 и 9 а в нашем случае 2 66 если мы поставим стабилизатор то возможно тоже что-то изменится скорее всего итак дальше смотрим углы в на получается у нас минус 9 плюс 13 скорострельность чуть больше пяти снарядов в минуту прочность у нас 19 ой 900 хп бронирование бронирование корпуса ну сами видите вообще ни о чем то есть 15 во лбу башни и корпуса ну и соответственно все остальное у нас там по 10 по 10 миллиметров миллиметров с разных сторон дальше мобильность мобильность у нас 70 километров в час и это очень хороший показатель вперед 70 назад 20 значит удельная мощность 23 запятая 20 на тонну незаметность как я вам уже и сказал это 54 процента незаметность недвижимая машина то есть когда машина стоит у вас где-то в кустике ну просто не в кустике даже это просто она стоит если машина движется вперед то в движении у нее в процентном соотношении получается 44 поехали дальше наблюдение у нас 445 но если мы поставим сюда а правда не знаю есть смысл или нет в этом но если мы сюда поставим стереотрубу то будет 851 и на самом деле фиг его знает возможно стоит это попробовать не знаю но 506 раскачать до 506 это конечно круто ну и дальность связи вот у нас собственно говоря вот такая давайте попробуем вот в таком состоянии хз я не знаю может быть интересно будет и так дальше что у нас по снарядам ну в общем я зарядил примерно вот так но я чувствовал что мне не хватало голды голда хоть у нас интересная но вот даже не знаю что и сказать куда вот я бы предпочел сделать все таки вот так и вот так я бы лично предпочел сделать так ну и здесь как вы видите просто малый ремкомплект малая аптечка и автоматический огнетушитель категорически рекомендую вам ставить на все свои танки автоматический огнетушитель ну что ребят давайте теперь прокатимся и посмотрим что все таки на что способен без всяких боевых задач и так далее просто прокатимся и посмотрим что за машина и так ребят первый первый у нас бой и у нас штиль на такой же танк есть EVN 90 но давайте будем посмотреть как он себя чувствует в бою плюс у него есть еще 54 облегченная в нашем случае меня поддерживает 49 опасно опасная ситуация если честно и смотрите насколько мы вот у нас 49 да и наш танчик и то и другое ЛТ вот посмотрите вот в сравнении да насколько 49 большой танк ну собственно говоря никто не говорил что он маленький танк но наш танк это нечто нечто просто мелкое если бы мы были с той стороны то я бы стремился ехать непосредственно уже туда в то место вот в этот перешейк но на данный момент мы поедем в эти кустики и посмотрим что у нас здесь скорость ребят у нас очень быстро набирается как вы видите башенка у нас крутится тоже очень хорошо я постараюсь в первом нашем бою все сделать хорошо и если конечно у нас все это получится потому как дело тут такое хочу засветить здесь кого нибудь но пока не вижу и так 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 здесь по идее мы уже можем всех видеть опа очки наносим раз не нанесли сводимся да я бы знаете я бы что нибудь все таки сделал бы всего лишь один выстрел сделал ну продуктивный слишком слишком все таки действительно нужно для этого танка нам с вами стабилизатор наверное все таки и так ребят давайте сюда подсветим попробуем посмотреть что у нас здесь и да вот мы видим но мы его не засветили сейчас он будет уходить я очень надеюсь что никто здесь не сделает ход конем давайте посмотрим давайте посмотрим и так вот он с той стороны он уходит но здесь я его почему-то не вижу очень хорошо он делает свое дело может быть стоит как-то мне тоже попробовать подняться чтобы его чуточку и так 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 хорошо ну по идее мы его уже осветанули да можно было убрать но я вот хочу еще хотя давайте наверное его ох ты надо было раньше это сделать но вот к сожалению не получилось немножечко протупил боже ж ты мой смотрите какая прекрасная штука и я получаю 50 семерки хэви немножко неприятности да зря 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 сделал этот ход каньон но все равно давайте пробовать хэви мне забрал за два раза практически полностью все что у меня было у меня всего 900 хп как я вам и говорил вот смотрите у меня не хватает а он он хочет меня завалить ты смотри арты у нас есть у нас должны быть арты и нам должна быть нужна помощь очень нужна помощь ха 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 мне достаточно просто чиркнуть и я помру блин кто-то меня подсветил хорошо может быть мы закончим на этом бой но надо попробовать смотрите да 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 подбивай его молодец забрал 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 уже да забрал товарищ надо теперь нам сюда перейти и попробовать все таки у нас сможем ли мы здесь чем то помочь у них-то арты тоже есть и ух ты ух ты как это неприятно у нас есть у вены ребят но там с той стороны и с третьей тоже такой не совсем опа отлично ой как было хорошо просто хорошо хорошо мне помог наш товарищ не совсем хорошо вот со мной поступил рандом в том плане что я как бы попал и поздно принял решение для того чтобы все таки лупануть эту шкоду так я вот подсвечиваю только этого товарища нашего и то чуть-чуть его подсвечиваю если он выйдет у меня три процента ха осталось ребят играю третий бой поэтому простите ничего не могу сказать что да как просто ничего не могу сказать кроме того что танк очень интересный крутой и рекомендованный мне мне ну а я уже вам рекомендую этот танк покупки смотрим дальше посмотрим хватит ли нам 175 миллиметров для того чтобы пробить фвшку в затылок ну или куда нибудь в бок зря 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 делает 43 23 четверка потому что сейчас носом повернется именно к нам лбом это штуковина это значит что на этом ух как я просто прочувствовал такой провал вот фвшка и пока у нас вот такая вот непонятная ситуация ну собственно говоря тут все тут мы закончили абсолютно не показательный бой вот именно для этого танка у нас осталась одна арта попробую что-нибудь ну хотя вряд ли потому что там уже т-34 есть по скорости замечаете сколько 70 с горы прям хорошо осталась только одна артушечка артушечка но я так думаю что ее да су-150 су-101 обнаружили со стервой и давайте еще разочек сделаем потому что ну бой получился такой честно говоря никакой и надо что-то сыграть как-то так чтобы все-таки бой у нас сложился да ну несмотря ни на то надеюсь город не будет потому что в городе наша машинка будет немножко не очень хорошо себя вести ну в плане по свету давайте посмотрим ну и кроме того еще ребят все-таки эффект новизны танка я боюсь еще на нем честно говоря куда-то лезть прям в дебри но давайте все-таки посмотрим что у нас если была бы малиновка или типа того какая-то карта была бы вообще здорово потому что именно на тех картах этот танк реализуется максимально и давайте под возможность или нам дадут город ну что ж наш эльхалуф тоже в принципе хорошая карта очень неплохая для нашего танка единственное я вот должен так респа у нас неплохой неплохой и давайте будем пробовать давайте будем пробовать раскрывать наши позиции действительно это будет опасно но будем пробовать ребят уходить сразу вниз я бы не хотел но наверное придется давайте попробуем посмотрим что к чему потому что наверху сидеть на этом танке ну как-то вот невкусно совсем нам бы проехать и главное чтобы нам особо тут никто ай-яй-яй-яй-яй ну как так вот в самом начале начинать так бой с поворота боком бортом и давайте будем посмотреть что мы можем сделать на нашем танке хоть движение у нас динамика крутая но мы все равно можем абсолютно не успеть в те кустики которые нам нужны повторяю это четвертый бой ребят это четвертый бой и давайте попробуем вот сюда залезть и посмотреть что у нас к чему и первое что мы сделали сразу моментально мы уже засветили двух два танка засветили и уже заработали себе двести сорок три очка по засвету уже четыреста и так кого мы там видим мы кого-то там видим скорпиончик у нас стоит к сожалению мы здесь не одни но все равно вот мы кого-то обнаружили и пересветили и это у нас вот этот танк это у нас першинг плюс мы видим опять двенадцатого ребят нам нам остается только ждать что же мы сможем здесь вообще в принципе насветить еще опять же смотрите как мы много обнаруживаем танков это просто колоссально что-то единственный какой минус ребят смотрите вот это чудо оно вылазит он будет по нему стрелять промахиваться будет и попадать по нам блин вот смотрите что сейчас может быть очень плохого назад отойди пожалуйста отойди пожалуйста отойди не стой не надо не надо сюда лезть блин но дело в том вот смотрите это это очень очень сложная ситуация на самом деле когда непонятно зачем человек это делает ну он не видит просто по сторонам не смотрит смотрит только на врага исключительно все равно я пересвечиваю блин как много тут всего какой просто нагиб какой урон какое количество можно просто забирать просто так стоя ближе к центру карты просто вот особо ничего не делая смотрите единственное что вот сейчас это не мой нагиб потому что батчат двенадцатый все-таки занимается своим трением по землю давайте ребят мочите его потому что он мне надоел и так ребяточки надеюсь что еще мне что-то придет от этого товарища все-таки сорок восьмерка это дело такое ну что здесь батчат двенадцатый все-таки не совсем хочет ехать вперед вот смотрите он стоит лбом ко мне и я все обнаруживаю 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 другие танки пока я настрелял всего лишь на две тысячи вот прям на данный момент это уже ребятушки две тысячи то что стоит наш двенадцатый он создает непосредственно медвежью услугу но из этой медвежьей услуги есть еще плюс дело в том что все враги стремятся пойти и убить его батчата двенадцатого хотят освободить базу тем самым они выходят на открытое место и попадают непосредственно под мой засвет и тем самым весь урон от этого засвета приходит уже мне просто мне просто потому что я здесь такой вот стою по центру и получаю от этого от всего получаю удовольствие смотрите сорок четверка ну здесь конечно тоже мне ничего не перепадет скорее всего но дело в том что это сорок четверка может пойти прямо на меня что скорее всего будет потому что он будет ой я аж перепугался но там помните там же еще куча народу ребят это 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 превосходно это я просто получаю громадное удовольствие я ничего не делаю абсолютно я не бегаю я не мечусь как этот бедный батчат двенадцатый дело в том что он занимается именно активным подсветом я же занимаюсь пассивным подсветом я абсолютно абсолютно ничего не делаю повторю это мой четвертый бой стабилизатор нужно поставить ребят я не знаю чем пожертвовать но стабилизатор наверное лучше поставить и возможно я не а у меня здесь рога еще стоят ммм а к чему у меня рога если у меня все и так прекрасно видно ну посмотрим ладно неважно пока ребят вот дела обстоят так конечно я настрелял не так много но дело в том что врагов такое большое количество стрелять я не могу я засвечусь врагов такое большое количество что просто с разных сторон они стоят видите я спокойно могу пробивать обычными ббшками как раз танки врагов ну ладно ну ладно так уж и быть поехали куда-нибудь поехали поехали нам обязательно нужно куда-то уехать обязательно мы сможем мы сможем мы должны мы обязаны тут прям вот такая вот штука мы двоих замочили еще ребятки остался только вот этот товарищ на этом ведре металлическом которого мы тоже скоро засветим и этот засвет уйдет нам ну правда вот батчат может нам все подиспортить но он нам целый день сегодня портит правда ребят ну давайте попробуем давайте может его лупанет он вот так нехорошо и может быть мы все-таки нет к сожалению батчат забрал себе забрал себе этот на свет смотрите что делает сорок восьмерка она хотела по мне наверное лупануть да ну обидно обидно когда все время простоял и вот я не знаю почему он меня лупанул наверное результаты у меня на на свече на двести во врагу давайте посмотрим шестьдесят тысяч это это вообще ну я прошу прощения конечно не понимаю в чем дело но я вот не знаю что такое шесть тысяч четыреста восемьдесят давайте посмотрим награда за выполнение боевых задач фух я начал аж переживать компенсация от союзника вот такая ну в общем шестьдесят тысяч я вы ну вывез из этого боя да абсолютно абсолютно именно так и давайте посмотрим что у нас здесь давайте посмотрим по этому то есть у нас здесь триста настреляно два танка уничтожено вот наверное именно за них я и получил наверно именно за них потому что сорок восьмерка хотел их забрать а я тут такой раз два три и забрал ну а теперь давайте посмотрим вот у нас здесь получается семьсот двадцать опыта мы заработали батчадже своим беганием и прыганием заработал всего пятьсот вуадцать четыре Давайте посмотрим батчата, что он там заработал Он, смотрите, у него 1446 за света В моем случае за света 2221, ребят И еще вот такой вот у нас какой-то солнышко Первый раз его вижу, но обозначает разведчик Ну что ж, замечательно, прекрасно, большое спасибо Ну, я думаю, я показал, что это действительно интересный танк Действительно стоит на нем играть и получать громаднейшее удовольствие Ребят, ничего не делай, вы получаете классные бабки Вы получаете кучу серебра просто стоя на месте, ребят Это просто потрясающе На этом, наверное, все Спасибо, что были, ребят Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось И нажимайте на колокольчик Всем спасибо и всем пока, друзья Пока